Когда вы думаете, или когда говорите о последних днях его жизни, то вы начинаете плакать, и это до сих пор? Да, потому что... Видите, там был такой момент, когда с ним случился удар поздно вечером. Меня же только на утро следующего дня известили, в общем, что он... Известили, вернее, велели приехать на дачу, мне даже не сказали, что. Но весь этот вечер, и до полуночи, и позже, я все время пыталась к нему проехать туда. Это было трудно. То есть я чувствовала, что я должна там быть. Я думаю, что он звал меня как-то, знаете, такой бессловесный был какой-то крик в душе. Я думаю, что он меня звал. Потому что я звонила несколько раз, я спрашивала этих всех охранников. Но процедура была такая, что нужно было сначала к ним звонить, а потом они там смотрели, можно ли пройти или нельзя. Но поскольку они уже знали, что он без сознания, то, конечно, они меня туда не пускали. И я пыталась всю ночь. И утром меня позвали, оказывается, у него вчера вечером был удар. И у меня было абсолютное такое чувство, что он меня звал, что он хотел, чтобы я там была, как хоть кто-то из своих. Ну, что же эти все гестапо, я говорю, они же делали, что хотели. Не пустили меня, не звали врачей. Вообще гораздо большим преступлением было то, что они врачей не звали. Врач был в другом помещении, там можно было позвать, установить диагноз. Но мне же этого не сделали.